В этом видео мне бы хотелось поделиться с тобой своими секретами по уходу за зоной вокруг глаз. Не секрет, что кожа вокруг глаз очень тонкая и очень нежная, и за ней нужен особый уход и особые специальные средства, которые выбирать надо более тщательно, объем у которых значительно меньше, и на которые ложится большая, очень серьезная задача ухаживать за нежной, тонкой кожей наших глазок, сохранять ее молодость и препятствовать образованию первых мимических морщин. Итак, мой уход за зоной вокруг глаз. У меня есть несколько любимых продуктов, с помощью которых я уже давно ухаживаю за зоной вокруг глаз, и сейчас я попробую вам о них быстренько и быстренько рассказать. Одни из моих любимых продуктов для ухода за зоной вокруг глаз, это продукты от немецкой марки Dr.Hauska. В Dr.Hauska у меня есть два любимых продукта, один из них более любимый, которым я пользуюсь и которым я возвращаюсь опять и опять. Мой самый любимый, это вот такой вот Daily Hydrating Eye Cream, он в объеме 12,5 мл, это вот такая вот туба, он у меня на данный момент почти закончился, откручивается крышечка, маленький дозатор, с помощью которого вы выдавливаете необходимое количество крема на ваш пальчик, и нежненько потом наносите на второй пальчик и аккуратными массажными движениями, такими слегка похлопывающими наносите небольшое количество крема на ваши зоны вокруг глаз. Данный крем мне нравится тем, что он легкий, это мой базовый каждодневный крем для глаз в летнее и весеннее время, когда солнышко светит достаточно ярко, когда моя кожа не пересыхает, когда она увлажнена, и мне нужно ее просто поддерживать, поддерживать мои глазки ухоженными, я с удовольствием пользуюсь данным кремом, он очень приятно пахнет, у него легкая приятная консистенция, которая мгновенно впитывается и нежно, бережно и аккуратно ухаживает за зоной вокруг глаз. Еще один крем от доктор Хаушка для глаз, это вот такой вот Eye Contour Day Balm, этот крем уже в баночке, в баночке объемом 10 мл, и это уже более жирный крем, это бальзам, это бальзам ночной, который вот такой вот, он густой, вы его наносите, также берете с помощью пальчика необходимое количество, распределяете между пальцами и похлопывающими такими вот притомповочными движениями наносите его на вашу зону вокруг глаз, он будет более масляный, он будет более жирненький, после него зона вокруг глаз у вас будет блестеть, но это замечательный, очень питательный, очень жирный крем для зоны вокруг глаз в ночное время, и я, как правило, его использую зимой, когда моя кожа чуть более пересушена, и когда мне ее надо подпитать активнее и активнее. На данный момент мой любимчик для ухода за зоной вокруг глаз по ночам, это вот такой вот крем от Murad, это Renewing Eye Cream, он в объеме 15 мл, с вот таким вот дозатором-помпой, это крем из линейки Murad, которая достаточно сильная, которая восстанавливает, которая возрастная, и я периодически для того, чтобы подпитать и более активно простимулировать ее молодость, выработку коллагена, эластана и так далее, я перехожу на более сильные крема, и вот сейчас я в ночное время использую Renewing Eye Cream от марки Murad, это американская марка, которая мне очень-очень нравится, он также очень-очень быстро впитывается, очень приятно пахнет, и к нему у меня нет никаких нареканий. Еще один крем по уходу за зоной вокруг глаз, которым я пользуюсь достаточно давно, и который мне нравится, который у меня практически закончился, это вот такой вот крем от Rinafaz. Крем называется крем C, Soothing Eye Contour Cream. Это французская марка Rinafaz Laboratories, и данный крем, как видно из его названия, он с витамином C, и большое преимущество данного крема, то, что он в объеме 30 мл, то есть в 2 раза, то есть в 2,5 больше, чем обычные стандартные крема для глаз, и поэтому данной баночки вам хватит надолго. Этот крем также с вот таким вот дозатором, чтобы вы могли выдавить именно столько крема, сколько вам нужно. Крем с витамином C, его можно использовать как утром, так и вечером, это отличный крем для того, чтобы убрать первомимические морщинки, для того, чтобы защитить сосудики, для того, чтобы немножечко отбелить кожу, и для тех людей, у которых есть проблемы с пигментацией, кремы, ухаживающие кремы для глаз с витамином C, это ваш must-have, это очень и очень полезная история. Также на данный момент я достаточно активно использую, как вы опять же уже видели в одном из моих предыдущих видео, для ухода за глазами, вот такой вот крем от марки La Roche-Posay, этот крем Redermic Hialu C, это крем для глаз, тоже из достаточно сильной возрастной линейки, с очень активной гиалуроновой кислотой, этот крем в объеме 15 мл, он в виде такой тубы, тубы у меня уже заканчиваются, поэтому я вот так вот уже закручиваю благополучно баночку, он тоже с вот таким вот дозатором, с помощью которого его очень удобно наносить, он очень экономично наносится, он очень увлажняющий, единственное, что у меня с вот этим вот кремом произошла одна небольшая проблема, если вы после того, как вы наносите данный крем, собираетесь наносить на лицо макияж, возможно в зоне вокруг глаз, вот здесь вот у вас ваши слои макияжа могут немножечко скататься, либо сам крем, он может не очень хорошо законнектиться с вашей основой для макияжа, с вашей базой для макияжа и немножко скататься, будьте, пожалуйста, внимательны, если вдруг такое происходит, вы просто салфеточкой аккуратно убираете катушки, промакиваете их и в принципе продолжаете делать макияж, никаких проблем у вас не возникнет, этот крем очень отличный с точки зрения увлажнения, как я уже говорила, я в нем рассказывала про мое видео из поездок в Центральную Америку, и в течение всей этой поездки он меня спасал, он мне помогал ухаживать за моей зоной вокруг глаз, тщательно ее увлажнять и следить за тем, чтобы палящее экваториальное солнышко не прибавило мне ни одной и даже самой-самой маленькой морщинки.